Ребятки, всем доброе утро! Я смонтировала мини-влог за 4 дня. У меня вышло 9 минут всего лишь. Ну, я просто отдыхала. Позавтракала уже, Сёмка в садике. Сейчас время полдесятого. Серёж пока спит, а я буду заниматься, наверное, домашними делами. Сейчас нужно на кухне порядочек навести, посудомойку загрузить. Я успела и утром посуду чистую вытащить по костюму и собирались. И сейчас нужно будет загрузить, протереть там всё. И пойду заниматься, наверное, ванной. Нужно будет переорганизовать там чуть-чуть. Ну, я вам показывала. Простите, просто погода такая сонная, пасмурная. Ещё и дождик лоросит. Спать охота на самом деле. Но нет, я не буду спать. Я пойду в ванную, как уже сказала. контейнеры я тебе вчера, которые купила, сейчас быстренько помою, разложу. Там особо, конечно, нечего раскладывать, но всё же нужно там поменять местами некоторые контейнеры. Ну, в общем, у меня есть некоторые дела, которые нужно делать. Музыка. 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 заказала себе ну как себе малышу арсению заказала пеленальную доску вроде как она идеально новая плюс цена вышла хорошая вместе за доставка мне вышла она за 1000 рублей в магазинах она стоит как бы 1500 600 новая но такая тоже история сейчас придет заказ курьер приедет я вам расскажу но слава богу мы договорились хорошо я что хотела вам показать я наконец-таки заменила контейнер так контейнер заменила для съемки игрушек теперь у меня тут два одинаковых контейнера стоит раньше вот этот вот был этот я уберу шкаф съемки носки закинем что-нибудь у нас больше чем у нас сережа вместе взятых в общем теперь у нас все одинаковое равно он сейчас в основном машинке с собой тащит ну да ладно и здесь замочила сережные кроксы отмокают покажут кстати нужно перевернуть просто когда человек работает на кухне всякая фигня прилипает и потом ее плохо очищать ну сейчас чуть-чуть что помогнут я их урочную почищу значит я протерла зеркало успела здесь пропылесосила навела такой небольшой порядочек контейнер второй который я купила сюда сделала для баночек всяких чтобы они тут сильно не болтались то есть стоят хорошо как раз таки придерживает контейнер короче ничего не болтается и вот этот кстати контейнер он у меня был на кухне я туда складывала в ящике я туда складывала пакетики и вот я тот который фикс прайсе купила убрала в кухонный шкафчик ящик точнее а это сюда переставила ну конечно у меня радость хотя казалось бы чего такого просто контейнер так теперь ждем доставку типа в течение часа было надеюсь что все получится я ладно ой меня за свечу давайте я вам пока сейчас расскажу пока у меня еще время потом дальше пойду какими-нибудь делами заниматься что с этой авито доставки я написала девушке нашла от объявления она продавала доску сказала что она не была в использовании абсолютно новая ну по фотографии она как бы красивенькая чистая она стоила 750 рублей у нее и я и написала она говорит что не может отправить потому что у нее выбрана категория как детская мебель а мебель авито не доставляет хотят ну как бы доска она вообще в параметры авито доставки вписывается я сначала попробовала просто сама там через яндекс оформить у меня выходила почти 800 рублей там 790 или что-то типа такого и я как бы написала девушки что но для меня это очень дорого я вообще сначала так говорю может быть вы скидку там сделать 150 рублей но я подумала что даже если нет 150 рублей вообще ничего сделать проще новую в магазине купить за такую центру ну там реально выходят 1600 там да за доску вместе с доставкой и в итоге я попросила ее попробовать сменить категорию на сменила в игрушки по-моему на языке ну и игрушки можно из этой категории отправлять и авито доставка там вообще 290 рублей так как там берут комиссию я написала это девушки что типа ну поднимите там до 800 рублей я закажу мне как раз там тысяча 70 выходит в общем нормально устроила меня эта цена и вот мы с ней переписывались на минут 40 сейчас в итоге все оформили она сидит ждет курьера я тоже сижу жду когда мне придет посылочка чувство сегодня щемки штаны пришли еще один на вал берез нам будет сказать еще хочу сегодня заехать перед тем как за во всем как поедем магазин зайти и купить аптечку потому что я вчера заходила fixprice думала что там есть аптечки ночью я там ничего не нашла только обычный контейнер а я как бы хочу с крышкой а заказывать я опять не хочу потому что опять что-нибудь придет треснуто опять это возврата короче я подумала что нужно зайти в магазин у нас тут не светофор по пути может быть туда заглянем на короче думаю так что у нас тут и я продолжаю заниматься уборочкой и знаете что я сделала я в съемкиной комнате сложила машинки половину даже наверное меньшую часть решила разделить потому что их уже некуда складывать там весь контейнер который у нас для мелких машинок он уже переполненный и у нас машинки последнее время просто какой-то геометрической прогрессии размножаются поэтому решила сейчас убрать в кладовку за одну закину то что давно хотела убрать и здесь вот у нас мусорный пакет готовится этот на расхламление здесь я сложила все-таки на большие пузыри мы летом покупали он ведь аж 4 штуки и свой рюкзак выкидывать потому что его уже не перепродать там сломалась застежка плюс весь подклад как-то некрасиво стал складываться и в переработку не возьмут короче ай надо только выкинуть и сейчас я разбираю нашу такую тумбочку здесь в прихожей да кстати ребят видели у нас с тех пор нет сидушки не знаю мы живем уже скоро год будет еще никак до нее не доходят руки это по моему последняя такая часть что не доделано в нашем доме мы как-то уже смирились но нет это я вообще до родов планирую кстати исправить эту ситуацию здесь смотрите это перчатки которые щенки купила вторые у него в садике эти одни я их приделала подписала они пока будут лежать здесь то что убираю это солнцезащиту уже точно не понадобится то что очень пасмурные дни у нас а то что оставляю это ветрозащита будут для семки использовать и для малыша когда родиться по моему его можно с нуля использовать если не ошибаюсь естественно очки убираем сумку вот эту убираю до лета семки на панамке они уже малы правда будут но все что убираем а вот этот вот шнурочки оставлю потому что мы когда семой выходим на улицу иногда просит привязать машинку здесь у меня такой ящик что редко используется тут хранятся видите вот это носочек который одевается в сапог но мы его не используем все они неудобно с ним он психует узкий какой-то короче мы сапоги используем а носочек нет стельки здесь семкин дождевик москитная сетка на коляску тоже не используем и стаканчик подстаканник точнее а еще здесь обувная ложка ведь большая здесь для обуви пропитка по-моему это очиститель тряпочка на щеточка и мяч то да да дам доставили доску и она реально была в упаковке видимо с валбериса заказывали потому что там наклеечка валберис и в коробке и упаковано и по ней видно что ее не используют правда здесь как типа такие мелкие прокол то ли что ну короче это даже незаметно короче я счастлива и рада что у нас есть теперь доска потому что это будет побезопаснее от комода мы как я уже говорила отказались сзади кстати ножки здесь не будет соскальзывать взяли потому что так конечно мне было удобно всем купили найти на кровати намного удобнее кстати наверное чем на доске потому что ты там лег расстелился как тебе надо но сейчас съемкой чтобы это было безопаснее потому что ему естественно скорее всего будет интересно он будет прыгать и бегать рядом с малышом и там какие-то водные процедуры там глазки почистить ушки носик там подгузник переедеть он постоянно конечно же будет лезть и ну хотя бы не на кровати да не рядом прыгать а просто рядом стоять табуреточку ставить и все мне довольно покупочкой и теперь будем ждать когда соберем кроватку и поставим все и разложим на листах кроватку мы наверное будем где-то в начале октября наверное соберем как у сережи будут выходные будем все собирать кроватку поставим перестановку сделаем спальне я еще кстати заказала шторы пришлось я не очень люблю когда что-то где-то висит мне это не нравится но малышу нужно будет спать окна нужно будет затемнять потому что первое время естественно там у него много снов не чтобы в такой темноте спал мы вернулись домой забрали семку садика сейчас он там сидит кушает развлекается я вам не показала покупочки вчера да я помню но и я вам покажу сейчас не все самое первое самое главное вообще зачем мы ездили это ботинки семина осень но сейчас может через недельки две у нас похолодает будет ходить покупали в детском мире это кожа стоили они 3000 ночь мы все померили вроде все у него хорошо но не узнаете сейчас такой переходный размер вообще а сема мерил 24 и они были ну прям в притирочку ему что мне кажется еще неделька две и не будет в них лазить а вот это мы уже взяли 25 и они такие посвободнее потому что мне кажется у него 24 с половиной но в принципе если у такой носочек пододеть то все будет хорошо и решили остановиться на этих вроде как знаете выглядит качественно у нас были от этой фирмы в прошлом году или весной мы покупали ботинки ему но они были вот беззащитные от этой штучки там просто одним слоем как бы было не знаю то ли зам кожи то ли что-то такое оно быстро у нас пошоркал здесь и посмотрела вот это вот защитная вставочка это кожа и надеюсь что она сильно не покоться короче нужно смотреть еще заходили в сенсей сенсей мы купили штаны это набор и я так знаете смотрю это 92 них размер и смотрю какие-то огромные штаны но в одни семи вот прям хорошо потому что 86 померили он ну конечно ему в облипку вот эти вот идут хорошо я купил вообще в садик но не в садике так жарко что я ему просто туда все шорты отнесла которые у нас есть будем носить если что дома одевать хотя у нас дома конечно есть домашних много но а все же еще не съемки купила такую типа легкую кофточку не кофточку даже футболка с длинными рукавами можно сказать я купила в резервиде но она в садике лежит поэтому показать вам не смогу перчатки я вам сегодня утром показывала то вторые такие же серые и сейчас мы зашли на вал берез съемки пришли штанишки еще одни я тоже хотела до садика но вот эти хотя бы полегче и возможно что в садику на прям если зимой зимой носить то будет три цвета идут вот такие поэтому вот такие и вот такие это восемьдесят шестой размере я заказала но на семму еще не мерила по таблице они вроде были размером такие же как вот в сенсее но не стала мерить пункт кивилки просто забрала потому что ну если семи не подойдут то у нас есть кому поносить их дальше и я беру одни из них на фотосессию пока еще не решила какие нас футболка посмотреть потому что они такие красивенькие будут красиво смотреться они вообще как ползунки для малышей но у них там размер до девяносто восьмого что ли короче мне понравилось потому что я именно такие искала тоненькие но надо было бы пораньше их купить когда в садике еще было прохладно ну да ладно все мы кстати завтра в садик не идет я решила попробовать делать ему один выходной в среду потому что в прошлую неделю когда мы ходили да когда он еще не болел в понедельник вторник он вообще отлично уходил радостный в среду уже как-то так не очень хотела в четверг пятницу естественно прям вообще уже без особого желания хотя возвращался нормально веселенький но все же я ему решила сделать в среду выходной предупредила воспитателя что не будет семки и посмотрим как он в четверг пятницу пойдет надеюсь что у него снова как бы он день посидит дома и снова захочется играть и он пойдет сегодня он утром я когда уходила он ушел все смотрю он там в машинке уже сидит что-то играет там сам делает короче вроде как все хорошо сегодня он ходил со своим краном опять забирал игрушки пока из покупочек вроде все еще куча всего у меня идет поэтому я наверно подожду когда большая часть посылок придет чтобы сделать одно видео на какую-то вставочку большую чтобы уже все показать все ссылки оставить потому что не все же каждый день влоги смотрят да каждый день за диана которая три дня ничего не выпускала на этого ну да ладно сейчас мы съемкой будем играть развлекаться ну и все и там же время спать хотя сегодня можно чуть попозже по идее не знаю посмотрим я сейчас написала в телеграме кстати что мне нужна помощь я не могу найти на матрасник на кровать он мне как бы нужен простой обычный да как и какой у нас есть но у него один минус него ткань по бокам то есть основная часть да это непромокаемое но бортики которые там с резинки натягиваются они сделаны из ткани и она расползается от основной этой части непромокаемой приходится подшивать постоянно как бы это не очень классно и неудобно плюс еще все равно здесь может промокнуть а сейчас младенчик появится это как бы неизбежно потому что младенчики умудряются запачкать то что казалось бы невозможно но все же и поэтому я хочу найти второй на матрасник запасной на нашу большую кровать у семки есть на детскую кроватку тоже есть вот нам еще один бы не помешал ну во-первых потому что будет младенец и это по-любому чаще потому что мы сейчас на матраснике не знаю постелили и наверное один раз мы его только стирали и все потому что как бы все он уже нормально спит нормально ночь терпит но младенец постоянно если будет лежать на кроватке то может всякое случиться поэтому нужно медь сменные на матрасник не успеет так быстро высохнуть короче я думаю еще думаю чуть с коляской делать и написала ну вроде как у нас никто не занимается чисткой а мыть под душа мне как-то жалко потому что там все не отстегивается написали что в комментариях что керхером мыли но у меня нет керхера а как еще можно блин и там ничего не откручивается короче я в раздумьях потому что помыть ее нужно еще один день подошел к концу и я договорилась наконец-таки про химчистку написал мне мужчина который занимается конечно это не супер бюджетная история с учетом того что люлька маленькая ткани на ней тоже мало но все таки если я испорчу дно в этой люльке то это будет намного хуже поэтому мы договорились завтра вечером приедет и почистит все она мне вечером в шесть ой в шесть в четыре и надеюсь конечно же что все будет хорошо и что он ее тоже не испортит а я сейчас иду в душ и потом наверное я все таки смонтирую влог сегодня сегодня в душ не надо бы так быстренько ополоснуться а то обычно как зайду в душ потом оттуда выхожу мне уже ничего не охота но влог скорее всего сегодня смонтирую чтобы завтра в обед ничего не делать штемку ухожу и все ладно ребятки мы увидимся с вами в следующем видео всех люблю целую всем пока пока и